География и история страны на формирование этого самого кода, безусловно, повлияли. Алтай – это азиатский регион с европейским лицом. Так его определяют ученые. Пришли сюда люди, как правило, очень смелые и очень сильные. Потому что в Сибирь идти с европейской части без железной дороги в 18-19 столетии было тяжело. Сильные, выносливые и готовые к объединению, если это будет необходимо. Горы и степи сформировали такой характер алтайских людей. И это уже мнение экспертов-историков. А дальше из уст выступающих начали звучать фамилии тех, кто родом с Алтая и прославил наш регион. Люди смелые, сильные, с настоящим сибирским характером. Шукшин, Титов, Золотухин, Калашников. Все они уехали с Алтая, но никогда его не забывали. Они старались для своей земли что-то сделать. Но вспомните, что Золотухин руководил театром, построил храм на своей родине. И Калашников, и Титов. Все они возвращались, все они старались принести какую-то пользу своей семье. Все они себя идентифицировали. Вспомним Калашникова Ольга Григорьевна. Я был и остаюсь алтайским парнем. Знаменитая фраза Калашникова. Помните опираться на эти известные фамилии. Правильно, уверена молодежь. Но нужно думать и о настоящем, и о будущем. Пройдет время, и мы, так или иначе, молодежь перестанет цеплять все эти прошлые примеры, прошлые достижения. Это самое страшное, на самом деле, жить в прошлых достижениях и думать, что вы все такие же классные, реализованные и так далее. Нужно заниматься актуальными примерами. Вот наша студия выбрала такой подход, когда мы стараемся удивлять и делать так же, как в Москве. И делают это, оставаясь на Алтае и пригодившись ему. Современные парни и девчонки уверены, наша молодежь и раньше была особенной. Остается такой и сегодня. Дух у нас какой-то другой, алтайский. То есть наших ребят видно всегда и везде, на любом мероприятии. Вот мы какие-то другие. Ребята очень дружные, ребята очень отзывчивые. Вот, конечно, в первую очередь кажется, что они едут за деньгами. Все равно денег охота заработать, там летом все равно. Но, наверное, главное, это внутренняя мотивация. Первую очередь, это не деньги. Это показать себя, рассказать, какие они крутые. Рассказать, что они вот такой командой могут сотворить большое дело. Необходимо опираться на традиции и развивать их. Таким должен быть культурный код Алтайского края. По сути, все выступающие в итоге говорили об этом. Вот это желание поделиться своим сердцем, душой, умом, руками с другими. И самое главное, показать, что у тебя тоже так получится. Ты тоже можешь быть таким же, а может быть и лучше. Вот эта определенная пассионарность, она, наверное, является чертой уникального кода жителя нашего региона. И именно это направление общественной жизни, мне кажется, очень важным для дальнейшего развития. Поддержка со стороны региональных властей, общественных инициатив в сфере образования, культуры, социальной жизни, быта, благоустройства и многого другого, что мы сегодня наблюдаем в нашем крае, именно в ней я вижу залог успешного прорывного развития края. В последних, наверное, лет 7-8 мы находимся в той ситуации, когда у нас взгляд в прошлое очень затуманен. Мы плохо пишем сценарии развития, плохо с ними разбираемся. А сегодня мы, вот обозначив основные термины, основное существование этих терминов, основные идеи, можем сказать, что в Алтайском крае нужно создавать все условия для того, чтобы культурные герои реализовывали себя в полной мере, или хотя бы процентов на 75 на родине, а не где-то в прекрасном далеком. А как это сделать, по какому сценарию развиваться, а также какие программы прописать и использовать для этих целей, предстоит решать руководителям региона в ближайшие годы, умело используя его культурный код. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком.